Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! На связи Сергей Панферов с сайтом panferov.com И совсем недавно от наших подписчиков поступил вот такой вот вопрос. То есть люди работают с камерой, которая снимает Full HD в прогрессиве. И потом, когда работают уже в программе Adobe Premiere Pro, вот в этой программе, при движении идет такой строп. Строп в движении, да? Небольшая такая вот отрывистая тряска персонажей, объектов, которые находятся именно в движении. Ну что ж, давайте мы рассмотрим, как работать с этим форматом. Вот, и смотрите, мы сейчас создаем новый проект. Кликаем на ОК, да? Создаем новый проект. Далее. В секвенции, ну, выбираем шаблон вот такой вот, да? AVCHD 1080p, то есть прогрессив. И, смотрите, выбираем. То есть если у вас камера, ну, допустим, снимает в PAL, да? Вот обычно выбирают вот это вот. Если SECAM снимает, ну, если вы, допустим, в Америке камеру купили, у вас NTSC формат, вернее, системы NTSC, то выбирают вот эту вкладочку. Ну, смотрите, вот сюда вот, вот на эти вот значения, да? Ну, давайте выберем, допустим, NTSC. Вот мы видим, что частота, видите, да? 29 и 97, то есть это система NTSC. Если мы выберем PAL, то есть 25, да? У нас 25 кадров в секунду. Это у нас PAL. То есть выбираете именно ту систему, в которой снимает ваша камера. Почему я подробно остановился именно вот на данном формате? Потому что вопрос был задан именно по камере Canon, да? Которая снимает Canon 200, который снимает в прогрессиве и в системе NTSC. Вот, ну, так как я, кстати, недавно приобрел такую же камеру, она мне понравилась. Решил взять для дома для семьи шикарная камера, вот, но у меня в PAL, да? То есть я выбираю вот эту вкладочку, да? У кого NTSC, выбирают вот эту. Вот, дело в том, что я буду как бы на своем изображении показывать, поэтому выберу вот эту. Далее выбираем OK. Открывается программа. Теперь давайте дважды кликнем в окне Project. Вот, выберем файл. Далее импортируем его на timeline. Далее сразу, прежде чем начать монтаж, прежде чем его порезать, да, на мелкие кусочки, вы должны что сделать? Кликнуть на сам видеофайл, кликнуть правой кнопкой мыши и из выпадающего списка выбрать Field Options. И вот здесь вот мы ставим Always De-Interlace, то есть убиваем все рамки. Ставим радиокнопку сюда и нажимаем OK. Все отлично. Причем, так же у нас все будет проигрываться. Давайте посмотрим. Без проблем, да. Без всяких тормозов, безо всего. Вот, далее. После того, как вы весь фильм отмонтировали, уже после этого порезали его на кусочки, добавили какие-то свои эффекты, переходы и так далее, да. Мы идем в файл, то есть нам нужно вывести, да, правильно вывести данный фильм. Нажимаем, вернее, наводим экспорт и нажимаем Media, либо Ctrl-M. Далее открывается вот такое вот окно. Давайте я его сделаю чуть меньше. Открывается вот такое вот окно. Значит, смотрите. Если вы хотите на Blu-ray диск записать, то во вкладке формат вы выбираете либо MPEG-2 Blu-ray, вот что, кстати, уже проверено. Это более старый совершенный формат. Либо H264 Blu-ray, да. Вот. Это формат немножко получше. Вот. Более новый считается. Вот. Но с ним, ну, как бы, мороки немножко больше. Вот. Но дело в том, что наши подписчики задавали вопрос именно для воспроизведения именно Full HD качестве с компьютера, да, либо через стриминг на ЖК панели. Вот. То есть все равно он будет запускаться с компьютера. Вот. И желательное разрешение файла было MP4. Поэтому на записи и, соответственно, на выводе файлов для записи диска в Blu-ray мы останавливаться не будем. Мы выбираем не MP4, да. Вот. MP4. Вот. Многие ошибаются, да, выбирают эту вкладочку. Мы выбираем H264. Это новый контейнер файла MP4. Вот. Поэтому выбираем именно эту вкладку. Далее. Из шаблонов, да, из пресетов, ну, можно, конечно, выбрать, если у вас, значит, прогрессив, да, либо 25 кадров high quality, да, либо 29.97 high quality. Вот видите, даже у нас MTSC формат сам выбрался. Это у кого MTSC. Вот. Но если PAL, значит, выбираем HDTV 1080p 25 high quality, да. Это у кого PAL. Естественно, PAL выбирается уже автоматом. Далее. Здесь, вот как видите, да, выбирали формат H264. А расширение файла MP4, вот что вам нужно, да. То есть, если вы будете воспроизводить с компьютера, да, и на компьютере данный фильм сохранять. Идем ниже. Значит, смотрите. Мультиплексор. Здесь ничего не трогаем. Никакие там 3GPP, там, но и все. MP4 так оставляем. Стандарт оставляем. Далее. Идем в видео. Здесь, естественно, как я уже показывал, все по умолчанию должно стоять. В зависимости от пресета вашего, от шаблона вашего. Да. В зависимости от той системы, в которой вы работаете. Далее. Ваше разрешение уже должно стоять относительно данного шаблона. Теперь смотрите. Frame Rate. Либо у вас 25, если вы выбирали PAL и 25 High Quality. Либо у вас либо 30, либо 29 и 97. Это как бы две частоты. Они примерно одинаковые. Системы NTC. Если у вас здесь 29 или 30 High Quality и NTC. Понятно. Fill Order по умолчанию, но он прогрессив. То есть, видите. Source, источник прогрессив у нас. И Outpad тоже прогрессив. То есть, все у нас в прогрессиве. Поэтому и по умолчанию у нас стоит здесь прогрессив. Вот. Ну, это CS5 версия премьера. Если у вас CS4, CS3, то... Ну, скорее всего, CS3 не работает с прогрессивом. Я уже тысячу лет в нем не работал. Прошу меня извинить. Вот в CS4 такая вкладочка есть. И она может еще вручную выбираться. А также могут тут вкладочки быть автоматик везде. То есть, в автомате. Ничего подобного. Выбирайте пресет, шаблон. И делайте все так, как здесь на картинке. Далее. Все оставляем. Вот здесь вот ставим галочку. Render at Maximum Depth. И смотрите. Значит, битрейт энкодинг. Я считаю, что если вы на компьютере храните файлы. То желательно поставить константу. Это во-первых. Во-вторых, битрейт мегабит в секунду. То есть, вот смотрите. Сколько, в каком битрейте снимает ваша камера. Вот в таком битрейте и ставьте. Ну, скажем, Canon 200. У него частота мегабит в секунду 24. Поэтому кликаем, ставим 24. Зачем больше? Больше все равно по частоте не воспроизведется. Лучше сделать файл именно тот, который нужен. То есть, 24 мегабит в секунду. Снимает 200-й Canon. Если у вас камера снимает, скажем, 17. Есть такие камеры более старые. 17 мегабит в секунду. Вот, то ставите здесь 17. Смотрите инструкцию к своей камере и ставьте здесь то же самое. Далее. Вот здесь вот везде галочки должны стоять. И после этого, когда вы, допустим, можете переназвать файл. Куда там чего, да? Выбрать папку, куда сохранять, к примеру. Допустим, тест. Тест. И сохранить. Все. У нас этот файл так и называется. После всего этого нажимаем Q. Просчет. Открывается Adobe Media Encoder. Которая отдельная программа уже в CS5 сделана. И после этого вы уже запускаете очередь просчета. То есть, нажимаете на эту кнопку. И через определенное время здесь ваш фильм будет просчитан. Именно в эту папку. Но я это делать не буду. Давайте я сразу открою тот файл. Вот он наш файл. Я его уже просчитал. Не обращайте внимания на бардак на моем рабочем столе. Это как бы рабочий беспорядок. В процессе такой вот предрелизной акции мы тут новый курс делаем. Вот поэтому. Так, ближе к теме, да. Поэтому. Смотрите. Каким плеером вы будете пользоваться. Вот. Есть такой VLC Media Player. Давайте. Через него. Да. Посмотрим. Сейчас я немножко меньше сделаю. Пожалуйста. То есть, видите. Ничего не дергается. Ничего не трясется. Вот. Все отлично воспроизводится. Далее. Если вы воспроизводите MP4 файл через QuickTime Player, то, естественно, там будет тряска такая. Да. Такая тряска. Потому что он хорошо воспроизводит Move файл. MP4 не очень. Вот. Это, в принципе, из-за этого. Это особенность плеера. Вот. Но если смотреть, у вас 64-битная. Кстати, вот запомните, да. Называется VLC. VLC Player. Вы его можете скачать из интернета и пользоваться им. Без проблем показывает. Вот. Если у вас 64-битная система, то давайте даже проверим с помощью обычного проигрывателя Windows Media. Вот. То есть, как это будет воспроизводиться. Тоже немножко ниже, меньше сделаю. Смотрите. Без проблем. Никакого строба нет. Никакой тряски. Вот. Есть, конечно, особенность, когда, ну, как бы, эффект синематографа, да. Эффект кино. Вот. Но это нормально. То есть, смотрится это все отлично. Ну что ж. Спасибо большое за просмотр данного видео урока. На связи был Сергей Панферов. Сайт panferov.com. Пока-пока. До связи. Пока-пока. Пока-пока.